Его откровение, его творчество, оно переплыло даже потом. Здесь вот интересная вещь. Это вот Дмитриевский собор, 12 век. Давид здесь изображен. Вот здесь у него в руках псалтырь. Вокруг него звери всякие разные, диковинные. Вот здесь вот, вот этот вот юноша с такой арфой, явно греческого происхождения, он как бы в тумане такой арфей, такой мифологический герой. Так вот, царь Давид, он в принципе вот изображен в образе арфея. Вот это вот легенды, которые существуют об арфее, которому повиновались не только деревья, они начинали приближаться к нему, когда он играл. Вот так говорит легенда. Горы сдвигались со своих мест, звери собирались к нему и слушались его голос. И больше того, даже камни, они были послушны звукам его арфы или лиры, и из камней складывался город. Правда, надо сказать, что арфей по хронологии, первые упоминания о нем в легендах греческих встречаются примерно 300 лет после того, как Давид уже написал свои псалмы. Но я думаю, что вот этот самый персонаж арфей, он действительно имеет прототип. Я хочу сказать, что у Давида, царя, были предшественники. Чтобы вы ориентировались, красная линия, красная шкала – это наше время, в котором мы живем. И синенькая шкала – это по еврейскому календарю. Значит, по еврейскому календарю мы живем сегодня, сейчас, в 5774 году от сотворения человека. И, пожалуйста, хотите, просто измеряйте по красной шкале, и там, видите, 0 – это рядом с Рождеством Иисуса. Вот, соответственно, 2013 год, там, где последний флажок красный, большой флажок – это Рождество Иисуса, и маленький красный флажок – это потоп. То есть, таких несколько начал я обозначил, так, для ориентирования. У Давида, царя, были предшественники, и вот этот самый мифический орфей, он, по всей вероятности, имеет вполне себе реальный прототип. И вот здесь, если вы посмотрите, это вот Юваль, и если вы видите вот поток вот здесь, то Юваль – это вот примерно VI век от начала времени. То есть, это явно топотопный персонаж. Тора говорит о Ювале, она называет его отцом играющих, отцом всех играющих на орфе и свирели. Помните такого? Значит, отец всех играющих на орфе и свирели, об этом говорит, если не ошибаюсь, 4 глава Бытия. Вот, Ювальу не повезло, и он родился не в том, ну, как говорят, не в приличной семье. Знаете, вот у него предок оказался проклятый, мы говорим о Каине, это седьмое поколение от Каина. Каина – это последнее поколение, которое от Каина, которое вообще упоминается в Писании, потом просто прекращается всякая информация, и после потопа, как вы знаете, мы имеем дело уже с потомками только… Кого? Ну да, ну, как бы параллельный Каину, да, помните, был Сиф. Сиф, Адам родил Сифа, и, значит, вот по его линии Ной родился тоже от Сифа, и дальше, дальше, дальше все его потомки. Вот, о Ювале мы уже ничего не знаем, но почему я говорю о Ювале? Знаете, из песни не выбросишь слов, и Писание называет его отцом всех играющих на орфе и свирели. Когда Библия говорит, произносит такие слова, то, как правило, это не то, что вот отец всех, да, но, потом его стерли, и появился другой отец. Отец всех – это отец всех. И, в частности, царь Давид, когда мы говорим о нем, если мы посмотрим на те инструменты, которые он использовал чаще всего, это кинор на иврите, и угав, или невель, другое название этого инструмента, царь Давид вообще всю свою карьеру начинает как музыкант. Музыкант, вот он использует кинор, ну, по-русски она по-разному переводится, как арфа, элира и так далее, тот самый кинор, который использовал Юваль, и второй инструмент, назовем ее флейта, или там свирель и так далее. То есть, по-русски просто это переведено разными именами. Что я хочу сказать, что царь Давид фактически является сыном Юваля в каком-то смысле. Юваль назван отцом всех играющих на арфе и свирели, то есть, он не был физическим отцом, понятно. Он был, вы понимаете, да, он получил некое откровение, и он с этим откровением смог что-то сделать, так что его впоследствии назвали отец всех музыкантов. То есть, он смог передать, так что его откровение, его творчество, оно переплыло даже потом. То есть, что стало с Ювалем, мы не знаем. Обычно комментаторы, когда говорят о Ювале и его братьев, помните, один был отцом всех живущих в шатрах, его брат, другой брат был кавачом, да, всех железных инструментов. То есть, их называют родоначальниками цивилизации, так как мы ее понимаем, промышленности, сельского хозяйства и культуры, с культурой, вот, имел дело этот самый Юваль. Так вот, обычно комментаторы рассматривают вот этот персонаж со знаком минус. Почему? Потому что может ли что-то доброе выйти из Галилеи? Или может ли у Каина, у проклятого Каина, напомню, выйти что-то доброе? Конечно, нет, говорим мы. Стереотип срабатывает. Так вот, хочу просто несколько намеков. Я не склонен вот так однозначно смотреть на Ювале. Сейчас я вот на этой шкале пытаюсь очень коротко набросать вам различные, то есть, людей привести и показать вам людей, которые оставили после себя школу. Мы говорим о школе Бицелера, мы обязательно, собственно, сосредоточимся на ней. Но для начала я хочу сказать, что никто из нас не приходит туда, куда мы приходим, куда нас призывает Бог, на пустое место. Всегда до нас был кто-то. До нас какую-то работу сделал кто-то. А мы входим в их труд. И это очень важно. Во-первых, не мнить о себе, что мы вот, до нас никого не было и после нас никого не будет. А во-вторых, понимать, что у Бога есть план. И он уходит настолько глубоко, насколько вообще может наше сознание, наша мысль простеяться. То есть, в самое начало. Я хочу показать вам, что у Бога о творчестве с самого начала, начиная с Адама, был план, и он никуда его не сдвинул, свой план. И всякое слово, помните, всякое слово, которое исходит из уст Бога, оно никогда не возвращается к нему тщетным до тех пор, пока не сделает ту работу, для которой оно посла. То есть, план, если только он замыслил, значит, он обязательно будет реализован. И я хочу просто показать вот эти, как бы, станции, вот этих людей, которые совершили прорыв определенный, ну, мы сейчас говорим о творчестве, и которые оставили по себе школу. Так вот, я хочу просто, может быть, когда-нибудь мы поговорим о Юбале, вот целый сделаем семинар, потому что это, на мой взгляд, безумно интересно, потому что там надо еще рассматривать его и инструменты, которые я упомянул, арфу и свирель. И мы увидим, что это колоссальная, просто глубины символы скрытые там, и мы можем понимать немножко о музыке, что-то более объемное, более глубокое, и что-то пытаться даже как-то вот свою мысль музыкальную устремить с пониманием символики и так далее. Так вот, этот самый Юваль, несмотря на то, что он родился в нехорошей семье, то есть предок его был проклят, проклят самим Богом, тем не менее, вот несколько намеков, которые позволяют нам предположить, что он сам по себе, этот Юваль, его можно рассматривать вполне себе не как отрицательный персонаж, а как того, кто совершил прорыв. Вот вам несколько намеков. Первый. Юваль в переводе означает источник, то есть вода, прорвавшаяся сквозь корку земли. Второе. Юваль можно перевести также как ведомый. Это же слово, немножко с другими огласовками, ювель, переводится как баран, но он баран, потому что он ведомый, то есть его характер, он послушный и послушно следует за пастухом или за хвостом предыдущей овцы. Также ювель обозначает шофар. Шофар специально, не просто шофар, а шофар, которым оглашался 50-й год. Как этот год назывался? Юбилей. Это вот от римского юбелиус на иврите юбель или ювель, правильно. То есть это латинское слово произошло от еврейского, просто как бы чуть-чуть оно стало звучать иначе. Это ювель, это ювель, юбилей. И помните слова Иисуса, которые он озвучивает из пророка Исаии? Он провозглашает лето Господне благоприятное. На иврите шнат рацион леатунай, год благоволения Господа, юбилей. То есть вот Ишуа выступает там в роли вот этого ювель, в роли этого шофара, который провозглашает этот голос. Я не слишком запутал вас? Нет. Так вот, все это, мы говорим, вставлено в имя этого человека, который назван отцом всех играющих на арфисвилипе. Еще номер. Как я уже сказал, седьмое поколение от Каина. Цифра 7 в еврейской традиции. Что это такое? Полнота. То есть что-то исполнилось. А цифра 8? Новое начало. Так вот, что значит новое начало, если иметь в виду Адама? Пожалуйста, подскажите мне. Мы имеем в виду Адама и говорим о новом начале. Цифра 8. Что это значит по отношению к Адаму? Да, последний, вы правы, что последний Адам пришел для того, чтобы вернуть нас, восстановить нас. Он провозгласил юбилейный год, чтобы восстановить нас в нашем наследии. То, откуда мы упали, чтобы нас, нам вернуть это все. Так вот, по отношению к Адаму, это как бы он, чтобы вернулся в рай. По крайней мере, новое начало, это как бы шанс, который дает Бог. Шанс, который дает Бог. И если мы посмотрим параллельно потомков Адама по ветке Сифа, то там, вот, примерно, поколение параллельное Ювалио, там написано о них, что они начали призывать имя Господь. То есть, мы можем предположить ситуацию, в которой пророк говорит, позовите мне густлиста, и густлист начинает играть, и он начинает получать откровение от Господа, и он начинает говорить имя Господне, и он начинает поклоняться и призывать имя Господь. Субтитры создавал DimaTorzok